Ребята, привет-приветики! Я сегодня не одна, вместе с Ярославом. Так, в сегодняшнем видео у нас будет про заказ с Валбереса. Там одежда для Ярослава. Я его беру с собой, потому что нужно будет померять. Если что, первый раз придется отказаться. Но прежде я хочу обратиться ко всем водителям автомобилей и вообще либо какого-то транспорта. И сейчас я скажу, с какой просьбой. Свет у нас, конечно, не очень, но как есть. Дорогие наши водители, огромная к вам просьба. Когда вы едете, особенно когда на дороге лужи, пожалуйста, притормаживайте. Когда особенно идут рядом с вами пешеходы. Сейчас мы с Ярославом и шли, и еще бы чуть-чуть. И я говорю, нас бы просто облил один человек нехороший с ног до головы. А вот, кстати, следующий, который ехал, человек на бусе. Молодец, вот приостановился и тихонечко проехал. Мы с Ярославом прошли. Ребята, давайте будем как-то взаимо уважать друг друга, да? И вот в таких ситуациях, сейчас я пройду, и вот в таких ситуациях так не поступать. Потому что в такой же ситуации может оказаться либо какой-то ваш близкий человек, ваш ребенок, ваш муж, либо жена, неважно, да? Родственник какой-то. Либо вы сами. Поэтому прежде, чем что-то сделать, подумайте над тем, хотели бы вы, хотели ли вы, чтобы с вами поступили точно так же. И только после этого, пожалуйста, принимайте какие-то решения и действуйте. Я говорю, мы с Ярославом вышли вроде, о боже, с таким настроением. Я говорю, на какую-то, на долю минуты, я говорю, мое настроение омрачилось. Вот, поэтому, пожалуйста, не забывайте. Давайте как-то будем веживать друг к другу, да? И заботиться друг о друге и люди, насколько это возможно. Хотя бы вот в таких элементарных вещах. Все, я высказалась. Все сказала, что хотела. Мягким текстом, кстати, даже. Мы подходим к Валберис. Посмотрите, какие лужи. Слякоть неимоверная. Вообще просто трындец. Вот, лужи глубокие. Так, у нас двое брюк для Ярослава. И обувь, и скотч. И все эти товары не оплачены. И вроде как сейчас сделали бесплатный возврат. Поэтому обувь мы будем мерить. Какая подойдет, то возьмем. Какая нет, будем возвращать. Посмотрим, что с этого получится. Я так еще никогда не делала. Вот такие спортивные штанишки классные. Штанишки и тапки. Ну, все, забираем мы это тоже. Ну, что ж, мы вернулись домой. Пока вот ходили у меня здесь видео какое-то обрабатывается должно быть. Вот, что я могу сказать. Вот это вот очень классные брючки. И вот у меня здесь стоят вот такие вот классные тапочки. Вот эти брючки спортивные. Они, мне кажется, немножечко поплотнее. Ранее Ярослав их уже померил. Дома еще раз перемерили. Все хорошо. Думаю, в них он будет ходить летом на улице, когда будет жарко. Какую-то футболочку деть будет замечательно. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть бобин скотча я заказала. То есть, они мне получились в два раза дешевле, чем я покупала в Белсо из Други. В Белсо из Други буквально на днях я купила такую же бобинку. Чуть, наверное, пошире за 3 рубля 40 с чем-то копеек. Так, вот эти спортивные штаны тоже очень классные. В них он будет ходить на физкультуру и в тренажерный зал. Они чуть потоньше, поэтому он не будет в них потеть. То есть, вообще будет хорошо. Тоже классно. И он померил еще разочек. Суперский. Вот у Ярики хотел как раз такие серые, чтобы были. Так, и вот такие вот у нас тапки. И вот такие вот у нас тапки. Я заказывала в двух размерах. 37-38. Пока Ярослав там в переодевалке переодевался, я решила померить 38. Думала, может и себе такие взять. Потому что цена вообще просто реально смешная. Где-то несколько, наверное, года два назад я, похоже, Ярослава покупала на рынке в три раза дороже. Вот. Качество вроде бы, в принципе, неплохое. Но посмотрим, как будут носиться. Я, если честно, подумала, может их сразу занести. Вот так вот прошить. Но, когда мы пришли домой, Ярослав померил. Они, в принципе, ему вот как на сейчас. То есть, по факту, их, наверное, как Ярику хватит на сезон. Вот, что-то я так подумала. За такую цену даже вот реально не жалко будет. Потому что вот они ему прямо вот впритык-впритык. Ну, вот все, вот как носить. То есть, летом, я думаю, дай бог ему еще хватит поносить. Потому что я их обула. Они мне, ну, маловаты. У нас уже с Яриком почти одинаковая нога. Решила обуть тоже посмотреть. Они мне прямо вообще. То есть, я идти в них могу. Но все, у меня палец просится уже наружу. Вот такие вот тапочки. Классненькие. Тоже вот так вот где-то бегать. Весной даже, да. Весной, летом, когда прохладно. Тридцать седьмой размер уже у ребенка. Обалдеть. Представляете? Тридцать седьмой размер. Как быстро дети растут. Вот так они выглядят здесь на резиночке. В принципе, я там на самом Валберис посидела. Вот это все просмотрела. Вроде бы более или менее. Но за такие деньги может быть. Поэтому как бы классные. Вот такие вот мы прикупили. Если бы те, а те тридцать восемь, которые я померила, они мне были вообще велики. Вот прям сильно велики. Как будто бы это тридцать девятый. Если бы те тридцать восемь были бы мне нормально, может быть я бы и себе такие взяла. У Ярика были бы такие тридцать седьмой, у меня тридцать восемь. Мне нравятся под джинсы. Вообще они будут очень круто смотреться. Под джинсы, ну супер, да. Вот голубые, даже под белые какие-то брюки такие, под черные. Будет смотреться здорово. Так что вот такой вот у нас заказ. Очень-очень выгодный. Особенно даже вот этот вот скотч, да. Он вообще получился в два раза дешевле. Сейчас я покажу, кстати, какой я брала в Белсу из Друки. Так, в Белсу из Друки я брала вот такую вот бобинку, вот с такой намоткой. Я уже чуть попользовалась. Так, давайте посмотрим. Сейчас я. Чуть-чуть он больше, вот этот. Буквально сколько тут? Чтобы вам не соврать, наверное, 3 или 4 миллиметра. Но цена в два раза. То есть этот я купила за 3 рубля где-то 40 с чем-то копеек. Вот этого одна бобинка обходится, по-моему, рубль 34. Я считала, если мне память не изменится. Я не ошиблась случайно. Ну, разница очевидна. И все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если нравятся такие видеообзоры. Будем тогда снимать еще. Пока-пока. Продолжение следует.